Прекрасный день Среди озер и ягод Сара Лефонтен Доброе утро и добро пожаловать в Карелию, прекрасный озерный край. Это восточная часть Финляндии. Сегодня утром холодновато, и мне просто необходим горячий и крепкий кофе. Северная Карелия граничит с Российской Федерацией. Тысячи чистых и живописных озер делают Карелию необыкновенно привлекательным местом для жизни и отдыха. Вода этих озер настолько чиста, что ее можно пить. Это удобно. Местные жители всегда находили себе пропитание в лесу. Однако окружающая среда неизменна была для них чем-то большим, чем просто источник пищи. Сегодня я приготовлю завтрак, ланч и обед. На завтрак для своего спутника Мэти я сделаю овсянку с брусникой. Нашим ланчем станет обжаренный озерный лосось и лесные грибы. На обед я приготовлю тушеное мясо по-карельски. На самом деле это будет мой собственный вариант под названием калевала. Вот здесь я уже начала готовить свою овсянку с брусникой. Нужно две чашки воды и пол чашки молока. Одна чашка брусничного пюре, немного сахара и соль. Треть чашки полуфабриката манной каши. Она варилась в 8 минут. Поставим в сторонку, чтобы немного остыло. В этом котелке у меня кисель, популярный финский десерт. Он пришел сюда из России. Это что-то вроде совсем жидкого желе. Я взяла немного клюквенного сока и картофельной муки, чтобы его загустить. Если хотите, ее можно заменить кукурузным крахмалом. Все это я подсластила сахаром. А сейчас мы добавим ягоды. Это малина. Много малины. Я ее люблю. Так. И, конечно, брусника. Сейчас на нее как раз сезон. Еще немного. Вот так. Медленно перемешиваем это ложкой. Я не хочу передавить ягоды. Готово. Можно сервировать. Сначала выкладываем овсянку. Довольно много. Наливаем сюда кисель. И, наконец, добавляем сюда гранолу. Я сама ее приготовила. Разравниваем овсянку. Сверху посыпаем хрустящей гранолой. Отлично. Вот мой завтрак. Здесь немного больше. Это для Мэти. Надеюсь, он придет. А вот и он. Доброе утро. Доброе утро. Обними меня. Привет. Рада тебя видеть. Я приготовила нам завтрак. Вот эта порция для тебя. Когда готовишь кофе на улице, на огне, он всегда такой вкусный. Верно. После завтрака двинемся дальше, да? Нас ждет долгий день. Да. Доброе утро. Лисички. Грибы. Отлично. Я тоже нашел. Правда? Отлично. Карелия внесла важный вклад в культурное наследие Финляндии. Самое значительное произведение на финском языке – это наш национальный эпос «Калевала». Это сборник финских эпических стихов, которые были собраны в Карелии. Считается, что героический эпос «Калевала» стал источником вдохновения знаменитого писателя Джона Рональда, Руэлла Толкина. Говорят, создавая Гэндальфа и других магов в трилогии «Властелин колец», он взял за прообраз финского мага Вяйня Мюнина. Вот ты где. Пора идти, нас ждет Анна. Хорошо. Молодец, Сара. Спасибо. Вершина вон там. Отлично. Полюбуйся видом. Большое спасибо. Это было замечательно. Ну, пока. Пока. На вершине холма я должна встретиться с другим местным гидом Анной Пойконен. Это моя давняя знакомая. С вершины холма Коли открывается захватывающий вид на озеро Пиеленин. Он вдохновлял финских писателей, художников, композиторов. В течение многих веков водные пути были главными путями сообщения между разными уголками страны. Восточную Финляндию охватывает сеть из сотен соединяющихся озер. По ним на лодке можно дойти из Северной Карелии в Балтийское море. Это озерный край, так что я буду готовить рыбу. Это будет местный озерный лосось. Вот этот красавец. Фантастика. Я сервирую его с лесными грибами, которые мы сегодня собрали. Здесь у меня приготовлено филе озерного лосося. Этот кусок весит около 700 граммов. На нем осталась кожица. Посыплем филе морской солью. Много соли. Рыба должна хорошо просолиться. Так, все. Теперь положим в холодильник на два с половиной часа. Прошло два часа. Полюбуйтесь на это филе. Избавимся от излишков соли. Смотрите, какой красивый розовый цвет. Хорошо, уберем это отсюда. А теперь положим лосося на эту доску. Сейчас закрепим его с помощью вот этой палочки. Вот таким образом. Мы приготовим лосося на огне. Запомните одну вещь. Когда кладете рыбу на огонь, важно, чтобы температура была не слишком высокой. Есть хороший способ это проверить. Если сможете продержать вот здесь руку в течение 15 секунд, значит, все в порядке. Теперь пусть рыба готовится в течение двух с половиной часов. Дым придаст ей неповторимый аромат. А я пока приготовлю грибной салат. Здесь у меня лисички и немного белых. Режем крупными кусками. Мелко не нужно. И немного лисичек. Их тоже нужно порезать довольно крупно. Сейчас мы поджарим грибы. Сначала кладем сливочное масло. Я всегда жарю на нем грибы. Мы финны без ума от наших грибов. И мы готовим их по-разному. Засаливаем, сушим, замораживаем. Это позволяет наслаждаться грибами круглый год. В этой части Финляндии растут лучшие в мире белые грибы. Мы экспортируем их в лучшие рестораны Франции и Италии. Добавим уксус из хереса. Приправим солью и перцем. А теперь черный перец. Теперь выложим все грибы в этот салатник. Как вкусно пахнет. Прекрасный аромат. Добавим красный репчатый лук. Одну столовую ложку. Слегка перемешаем. А теперь добавим укроп. Так, и вот так. Укроп хорош с грибами. Поставим салат в сторону, пускай немного остынет. Готово. Моя замечательная рыба. Теперь ее можно нарезать. выложим салат из грибов на большую тарелку. А теперь лосося. Все готово. Просто и вкусно. Привет, Анна. Привет. Ланч готов. Я тут тебя жду. Хорошо. Хочешь есть? Да, отлично. Я приготовила грибы, которые мы сегодня сами собрали. А еще тут замечательный лосось. Анна Пойкуна. Я слышала, что зимой люди катаются на лыжах прямо с этих холмов. Это безумие. Неужели это правда? Да. Некоторые мои особенные друзья этим занимаются. Да, это действительно что-то особенное. Я приготовила для тебя кое-что интересное. Для меня? Да. А что именно? Я знаю, твои забавы всегда связаны с опасностью. Скоро узнаешь. Анна, что ты имеешь в виду? Увидимся внизу. Ладно. Нет, мне это не нравится. Анна, я этого не смогу. Вот что это было. Раз мы здесь оказались, я покажу вам одну полезную вещь. Когда дело касается соусов, кулинарам необходимо секретное оружие. За мной. Мы встретимся с двумя шеф-поварами из Хельсинки. Они переехали из Северной Карелии, чтобы реализовать свои мечты. Эти повара хотели приготовить классические французские бульоны и соусы так, как это делали всегда. Вот с чего все начинается, Кай Лискала. В хвосте репчатый лук овощи проходят по трубе из специальной печи в котел. Там и начинается процесс приготовления, варка. После того, как все приготовится в котле, мы сцеживаем бульон, потом он попадает в выпариватель, который вы видите вон там. В этих больших емкостях бульон упаривается, исчезает около 70% жидкости. В результате у нас получается демиглаз. Ясно. Готовый демиглаз оказывается вот здесь, в нашей последней комнате. Здесь происходит процесс пастеризации. Демиглаз проходит по этой системе, а затем оказывается в упаковке. Наша система выпаривателей котлов и печи уникальна, до этого ничего подобного в мире не существовало. Эта система была разработана для нас инженерами и сделана на заказ для бульонки. Вот говяжий бульон, о котором мы говорили. Ясно. Что еще? Демиглаз из ягнятины. Вот здесь есть готовый. Отлично. Кай, рада видеть. Как дела? Хорошо. Видела, как мы делаем соусы? Да, это поразительно. Помочь донести коробку? Нет, нет, у тебя есть свои дела. Да нет, мне это не трудно. Вы оба так любезны. А сейчас мы посмотрим, как жил еще один пионер из Карелии. По результатам Второй мировой войны восточная часть Карелии отошла России. Сотни, тысячи человек были вынуждены оставить свои дома и поселиться в других районах Финляндии. В наши дни молодые финны хотят больше знать о своих карельских корнях. В таких местах, как карельская деревня на курорте Бомба в Нурмесе, гости могут познакомиться с богатой карельской культурой и традициями. Точно такой же большой карельский дом некогда стоял в бывшей финской провинции Виипури, за границей. Первоначальное здание называлось Дом Бомба. Там жил зажиточный крестьянин Егор Бомбин и его семья из 24 человек. Дом – это шедевр плотницкого ремесла. Он был построен из сосновых бревен за одно лето. Восточное влияние в карельской культуре заметно по православным церквям и небольшим часовням. Здесь их называют Сасоунас. Это был замечательный отдых, но сейчас нам надо ехать в Иломанци. Именно там мы и будем обедать сегодня вечером. Иломанци – самый восточный район Финляндии, а также самая восточная континентальная территория Евросоюза. Важная составляющая карельской культуры – местная кухня. Моя бабушка была из Карелии. Она научила меня печь традиционные пирожки и булочки. Это султсина, пирака, кукамен, ватрушка. Правда, необычное название. Сейчас я отправляюсь вон в тот фермерский дом. Там мы испечем карельские пирожки. Сегодня мы будем обедать на ферме, которой уже 200 лет. Мне когда здесь жил Симона Сиссона, знаменитый целитель, шаман-исполнитель народных сказаний. Карелии песни и сказания были частью повседневной жизни. Лучшие певцы пользовались всеобщим уважением. Сегодня здесь будут гости, так что внутри ведутся важные приготовления. Это карельский способ выпекания традиционных пирожков вот в такой дровяной печи. Как и моя бабушка, хозяйка дома, Ритва Мартис Калаймен, собирает вокруг себя детей. Они не только развлекаются, но и принимают старые кулинарные традиции. В древности карелы жили в суровых условиях. Однако это не мешало им готовить прекрасные мясные блюда, которыми они славятся по сей день. Мне хочется приготовить одно из своих любимых блюд. Я придумала его в память о своей бабушке. Оно воплощает простоту карельской кухни и называется калевала. А вот мясо для этого блюда. Здесь примерно полкилограмма нарезанной кубиками ягнятины и около 250 граммов говедины. Я оставлю жир, чтобы он дал блюду свой аромат. Все будет очень долго готовиться. Сначала режем мясо полосками. А потом кубиками. Вот. Сейчас мы подрумяним наше мясо. Кидаем кусочек масла. Я жарю мясо в два приема, так как мне не хочется, чтобы сковорода сильно остывала. Вот так. Мне понадобится моя прекрасная чугунная кастрюля. Она просто необходима в готовке. Сейчас я приготовлю на сковороде соус. Он вберет в себя все эти замечательные ароматы. У меня здесь мясной бульон. Нальем чуть-чуть. Ммм! А теперь сольем его в кастрюлю. Будет вкусно. Это поставим в сторону. А теперь выложим мясо. Ставим это на плиту. Сначала мы нальем примерно литр мясного бульона. А потом примерно пол чашки демигласа из ягнятины. Где-то так. А теперь добавим сюда черный перец горошком. Мне нужно семь штук. Это мое счастливое число. Пускай мясо варится в течение двух с половиной часов. За это время произойдет чудо. Мясо станет необыкновенным, мягким и нежным. Его можно будет просто разламывать. А сейчас у меня есть возможность улизнуть. Займусь тем, чего мне хотелось весь день. Это традиционная сауна, которая топится по-черному. Когда печь нагревается, дым собирается внутри. В конце сауну проветривают, чтобы не осталось дыма. Там остается только замечательный аромат и самый равномерный жар из всех, что можно представить. Тепло и расслабляюще. А сейчас я хочу украсить свой стол осенними красками и воссоздать мир карельских мифов. Все. Готово. Пойду закончу с приготовлением мяса. Какой изумительный запах. Нам понадобятся овощи. Вот здесь у меня есть репа. Одна. Нарежем крупными кусками. Кладем сюда. И немного капусты. Режем пополам, вырезаем кочерыжку. Это нам не нужно. Положим сюда. Средние кубики. То, что надо. Мне хочется, чтобы это выглядело как простое деревенское блюдо. Все остальное. И, наконец, молодая морковь. 15 штук. Кладем вот сюда. Пусть овощи поварятся в течение 8 минут. Мы сервируем их со сметаной. Думаю, бабушка была бы довольна. Пусть овощи. Спасибо, что провели с нами прекрасный день в Карелии. До встречи. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. А чем-то? Голоса. Присоеды. О rotational года. Редактор года. Редактор года. Редактор года. Корректор Главыо. Продолжение следует...